Ведь не хотели в этот железнодорожный, мы хотели в институты, а здесь война, 42-й год. Работе на железной дороге Раиса Иванова посвятила всю жизнь. И даже после выхода на пенсию, сменив должность, с поездами не рассталась. Железная дорога – это ее стихия, уверенно заявляет Раиса Филипповна сегодня. Она не была на фронте, но самоотверженно трудилась в тылу. Инженером-анализатором на Куйбышевской железной дороге. С 44-го года следила за графиком движения поездов, проходящих через Куйбышев. Они шли на фронт. От точности ее расчетов зависела жизнь солдат на передовых. Ведь поезда перевозили в том числе и оружие для бойцов Красной Армии. Я сначала попала, немножечко волновалась, потому что все было новое. И за плечами диспетчеров, мы вот, большое табло такое, и мы. Там поезда, все были зарегистрированы поездным диспетчером. А мы делали анализ этого графика. Аккуратность, во-первых. Во-вторых, необходимо было, чтобы уметь диспетчеров, подсказывать им, чтобы график движения поездов ходил 100%. Ошибки быть и не могло, заявляет Раиса Филипповна. Несмотря на то, что учеба в техниками пролетела быстро, на смену ей пришла отличная практика. Она проходила ее на станции под Чапаевском. Там с коллегами повезло. Они-то и разложили все по полочкам. День Победы 9 мая 45-го она провела на работе. Рассказывает, сидела на подоконнике старого здания вокзала, смотрела, как все радуются и плакала. Сейчас даже не может сказать, почему. То ли от счастья, что война позади, то ли от того, что самый долгожданный человек, отец Филипп Иванов, домой с войны так и не вернулся. Мария Левина, Николай Епифанов, События.